Добрый день, коллеги! Как хорошо меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, если слышите меня нормально. Ага, прекрасно. Ну что ж, мы с вами сегодня собрались в таком вот камерном составе, нас немного. Ну что ж, вебинар состоится в любом случае, и вебинар сегодня, на мой взгляд, будет достаточно интересный. Надеюсь, вы не пожалеете о том, что на него записались. Сегодняшний вебинар мы должны были вести вместе с Юрием Николаевичем Белоножкиным. Однако, по ряду причин Юрия Николаевича сегодня не будет, и я один освещу всю тематику данного вебинара. Постараюсь заменить его роликом, который он записал по теме нашего вебинара сегодняшнего. Коллеги, как всегда, я хотел бы сказать, что сначала, что ряд ссылок и материалов данного вебинара доступен вам для скачивания в общедоступных ресурсах, в папочке «Общедоступные ресурсы», которую можно открыть справа от моей презентации. Если она сейчас у вас не открыта, то вы должны нажать вот здесь вот наверху, примерно указывая направление. Есть кнопочка с изображением открытой папки. Там ряд кнопок – это ваши инструменты. Поднятая рука, смайлик, и вслед за ней вот такая вот папочка. Эта кнопка открывает и закрывает окошко ресурсы. И вот в этом окошке вы можете скачать, в частности, сегодняшнюю презентацию и ряд других материалов. Пару слов, как всегда, скажу о нашем цикле вебинаров и о том, что нас ждет в ближайшем будущем. В этом году у нас очень обширная программа вебинаров. Давайте я сотру то, что нарисовал, чтобы не мешало. Обширная программа вебинаров. 46 вебинаров за осень и начало зимы. Зимы до начала года. После Нового года, я думаю, мы тоже продлим программу вебинаров. Будет уже новый список. А пока со списком наших вебинаров, самым свежим списком вебинаров вы можете ознакомиться, скачав план вебинаров из того окошка, о котором я говорил вам. Можете также посмотреть расписание вебинаров на нашем сайте. Ну, оно немножечко отстает от тех изменений, которые в нашем PDF-файле вы можете посмотреть по названиям и по переносу сроков. Также, вы знаете, последние изменения вы можете посмотреть вот здесь. Сейчас я вам укажу ссылочку «Последние изменения в вебинарах». Одну минутку. Сейчас я ее скопирую в наш чат. Ну и я хотел бы вам порекомендовать принять участие в нашем следующем вебинаре, который состоится в пятницу и который будет называться «Единое окно доступа КБС-варианта решений». Это очень такой проблемный, интересный вебинар. Интересен будет прежде всего библиотечным работникам. Ну и, наверное, не только им. Вот по этой ссылочке можно будет зарегистрироваться на данный вебинар. Вебинар будет освещать проблему объединения библиотечных ресурсов, электронных библиотечных ресурсов, консолидацию вопроса. И прочтет его Евгений Струков, руководитель библиотеки имени Лобачевского в Казанском государственном университете. Человек, который непосредственно этим проектом занимается. В общем, должен быть достаточно интересный вебинар у нас в пятницу состояться. Ну а мы давайте перейдем к нашей непосредственной теме сегодняшней. И давайте я сделаю пару вводных слов, скажу по этому поводу. Электронное обучение – это второе большое направление, которым занимается компания Директ Медиа и электронная библиотека онлайн. И это направление не очень сильно отличается от основной нашей деятельности, электронной библиотечной системы, по той причине, что мы стараемся не делать большой разницы между разными видами контента. Вот есть книжный контент, традиционный контент, несмотря на то, что он оцифрованный и представлен в виде электронных книг, все равно это контент в традиционной форме. Есть более сложные виды контента, и этими видами контента часто управляет уже некая иная область деятельности, близкая к понятию электронное обучение, онлайн обучение, дистанционное обучение, по-разному называют эти термины. И вот эту область мы тоже развиваем в компании Директ Медиа, и сегодня хотели бы об этом как раз рассказать. Ну, кроме того, еще раз хочу сказать, что эти два вида деятельности у нас тесно связаны, и тесно связаны не только терминологически, но и технологически. Мы стараемся наши платформы развивать не по отдельности, а вместе, и, соответственно, сегодня я вам немножко расскажу про интеграцию наших систем друг в друга. Вот, а сейчас давайте начнем наш вебинар уже его основную часть. Итак, как вам известно, наверное, основная наша деятельность связана с университетской библиотекой онлайн. Это электронная библиотечная система. Но мы сегодня будем рассказывать не об этой системе, а об электронном обучении. И те вебинары, которые мы ведем, на самом деле их можно рассматривать не просто как деятельность нашей электронной библиотечной системы, а как часть электронного обучения. Дело в том, что чисто технологически вебинары пришли из области электронного обучения и были созданы именно для электронного обучения. Само их название «вебинар» произошло от слова «семинар», в котором первая приставка «се» была заменена на «веб». От слова «интернет» — «веб». Смысл вебинара состоит в том, что идея, с одной стороны, достаточно простая, а с другой стороны, гениальная. Это то, что людям для того, чтобы провести семинар, совсем не обязательно в современном мире находиться в одном помещении, в одном городе, в одной стране. Достаточно просто в одно время выйти на связь и поучаствовать в этом мероприятии, которое проводится при помощи специального оборудования. То мультимедийное оборудование, которое нужно для вебинара, это у ведущего веб-камеры и микрофон, вот как у меня, у тех, кто слушает вебинар, в общем-то, достаточно даже просто колонок. Оно сейчас есть практически на каждом компьютере. Поэтому такая вот форма, она становится все более и более актуальной, охватывает более широкие круги населения, которое хочет обучаться, и является тоже формой электронного обучения. И вот то, что у нас с каждым полугодием, даже не с годом, а с полугодием, расширяется круг вебинаров, которые мы ведем, это тоже наша программа электронного обучения. То есть то, чему посвящен сегодняшний вебинар. 46 вебинаров мы должны привести вот с сентября по декабрь 2016 года. И кроме вот такой чисто технологической привязки, есть привязка более конкретная, тематическая. Мы подразделяем наши вебинары, которые мы сейчас будем вести, на четыре цикла. Об этих циклах подробнее я рассказал на самом первом нашем вебинаре в сентябре. А сейчас хочу заметить, что самый крупный цикл, который мы ведем, он как раз посвящен электронному обучению. И сейчас я немножечко подробнее о нем расскажу. Вот это первое из двух слайдов, который посвящен тематике циклу электронного обучения. Вот светло-серым шрифтом обозначено то, что уже те вебинары, которые уже прочитаны и прошли, всего 20 вебинаров в этом цикле. Ну, некоторые вебинары читаю я, некоторые вебинары... Большинство вебинаров в этом направлении читает Юрий Николаевич Белоножкин, который у нас ведет направление электронного обучения в нашем... в компании Директ Медиа. Ну, я хотел бы только обратить внимание на то, что вот те вебинары, которые уже прошли, вот первые шесть, ну, может быть, только без последнего, потому что требуется какой-то лак. Их вы можете найти... Давайте я вот выделю их, да. Вы можете найти на... в нашем учебном... на нашем учебном портале в Ютьюбе их записи в соответствующем плейлисте. Сейчас я дам ссылочку. У нас есть плейлист вебинары. Вот он. И сейчас я эту ссылочку вам дам в чат. Можете посмотреть последние записи наших вебинаров. Ну, да, тут... Кстати, еще одна приятная возможность электронного обучения и, в частности, вебинарной технологии, она состоит как раз в том, что синхронное мероприятие, такое как вебинар, по-старому семинар, да, после его проведения превращается в электронный контент. После того, как вы записали вебинар и выложили его, ну, либо посредством самой системы вебинарной, либо, что удобнее, на мой взгляд, на YouTube, у вас из синхронного мероприятия превращается в контент. Это очень удобно, потому что таким образом вы можете накапливать знания посредством вот этой набора вебинаров и потом компоновать из них разные учебные единицы, электронные курсы и так далее. Вот, это очень удобно. Ну, есть даже еще одна интересная возможность, да, о том, что вебинар, это, как правило, крупная форма, она занимает 40 минут, час, может, два часа. При этом, как синхронное мероприятие, оно проходит в достаточно медленном темпе, но, однако, в современных облачных сервисах есть замечательное свойство увеличить скорость, да. Я, например, когда просматриваю чужие вебинары, я просматриваю их всегда на скорости полтора, и это вполне достаточно для того, чтобы сократить время просмотра и все понять. Ну, а свои собственные вебинары я могу просматривать даже на скорости два. Вот так вот простое мероприятие, которое раньше было синхронным, превращается, с одной стороны, в контент, а с другой стороны, посредством новых сервисов, такие как облачные сервисы для хранения видео, оно превращается еще и в дополнительный инструмент по сокращению времени, по усвоению каких-то знаний. Таким образом, используя подобные решения, можно очень здорово с одной стороны развить обучение тому материалу, которому посвящены вебинары, а с другой стороны, сделать это обучение наборным, как из кусочков состоящим, и помещать его в свои учебные курсы. Пару слов о тех вебинарах, которые должны еще состояться. Некоторые из этих вебинаров ведет не Юрий Николаевич, как я уже сказал, а другие наши коллеги. Например, вебинары, которые посвящены искусству работы с текстом. Вот, например, седьмой вебинар. Часть 1 и часть 2 будет дальше на другом слайде. Читает Татьяна Телегина. Те вебинары, которые читает Юрий Николаевич, в основном посвящены искусству создания электронных учебных курсов разным аспектам и системе дистанционного обучения Moodle. Давайте посмотрим дальнейший список. Да, и здесь я хотел бы обратить внимание на еще один. В начале ноября будет проходить вот этот вот вебинар под номером 13. Его прочтет Светлана Панюкова, большой специалист, профессор, специалист и руководитель компании, которая занимается портфолио, веб-портфолио для студентов и школьников. И она расскажет вот про технологию создания веб-портфолио, что это такое, зачем это нужно и как с этим работать. Ну, как известно, веб-портфолио уже прописано даже в некоторых нормативных документах у нас вузовских. Ну, на самом деле не в этом дело даже, а в том, что наверное, магистральным путем развития образования будет являться отход от бренда, вузовского бренда, когда вы получаете один диплом и вот с этим брендом дальше по жизни идете, показываете каждому работодателю свой диплом. к продвижению личного бренда, в котором веб-ваше портфолио будет играть основную роль. А в этом портфолио будет храниться информация о всех ваших проектах выполненных, учебных, в том числе и о дипломах, которые вы получали, о сертификатах, которые вы получали, ссылки на проекты, которые вы делали, может быть, даже помимо обучения и так далее. То есть, это такое расширенное представление о том, что о ваших характеристиках как работника или будущего работника. Вот об этом будет, я думаю, что будет интересный вебинар. Записывайтесь, пожалуйста, тоже на него. Да, ну и вот пятнадцатый вебинар это тоже вебинар Татьяны Телегиной. Ну и последний вебинар двадцатый, он уже состоит прямо накануне нового года, 28 декабря. Разработка интерактивного учебного контента. Это моя любимая тема. У меня этой теме посвящен целый огромный курс, который, наверное, опять будет запущен где-то в январе-феврале будущего года. Ну, в данном случае я кратко расскажу об интерактивностях и о том, как можно использовать это в электронном обучении. Ну, теперь перейдем к технической стороне дела. Для агрегирования всех решений, которые посвящены электронному обучению, у нас развернуто очень популярное в нашей вузовской среде и вообще в мире. Система Moodle, система дистанционного обучения или LMS по-английски Learning Management System. Одна из последних версий развернута Moodle. Что в этой системе у нас есть? Ну, во-первых, есть некий контент, который передали нам вузы на лицензионной основе и этот контент при необходимости вы можете лицензировать для своего обучения, если вам необходимо. И, во-вторых, на этой основе осуществляется некоторая деятельность. Деятельность заключается в том, что мы приглашаем преподавателей с различных вузов, не обязательно даже с вузов наших подписчиков, можно и других, из других вузов, работать в нашей системе Moodle, делать свои электронные учебные курсы. При этом вам будет оказана консультационная поддержка. Ряд электронных курсов наших посвящен как раз теме самостоятельного создания курсов в среде Moodle преподавателями. Ну, и последнее, если вы создали свой курс и он вам удался, вы можете через нашу систему его монетизировать и попробовать уже на открытом образовательном рынке каким-то образом продвигать и продавать. это вкратце. а теперь немножко о самой системе. Ну, вот, этот слайд показывает, как некоторое время назад выглядела главная страница нашего учебного портала, нашей системы дистанционного обучения. Сейчас она немножко по-другому выглядит. как раз Юрий Николаевич Белоножкин полностью занимается ее содержанием и внешним видом. И при помощи ряда плагинов, ну, если кто-то хорошо знаком с Moodle, сам по себе Moodle, он выглядит так достаточно консервативно и на сегодняшний вкус немножко старомодно. То есть там такая система, развернутая система меню, по которой надо ходить. И если эту систему не знать, особенно если у вас большие права, вы администратор, вообще можно запутаться. Но современная система плагинов к Moodle позволяет сделать из него, ну, по крайней мере, на его главных страницах сделать из него такой современный сайт в современной манере, медийной манере, с большими картинками, с хорошим ньюзабилити и так далее. И вот это Юрий Николаевич попытался сделать. Ну, на мой взгляд, та картинка, которую вы видите сейчас на слайде, она была несколько лучше, чем то, что сейчас. Ну, Юрий Николаевич не прекращает работу по совершенствованию главной страницы, иногда у него возникают такие вот зигзаги. Ну, будем считать, что вот сейчас мы говорим о том, что есть на нашем слайде. Я думаю, что разберетесь. прежде чем продолжить разговор про Moodle, я хочу еще об одной сказать интересной, об одном интересном моменте. Существует такая профессиональная организация, общественная организация, которая называется профессионалы дистанционного обучения. Ее представительство существует, она, во-первых, на своих собственных серверах, которые предоставила компания Direct Media, мы являемся генеральным партнером этой общественной организации. Ну, и ее площадка для дискуссий находится на Facebook. Сейчас я вот этот ваш вот этот вот вот эту ссылочку еще раз воспроизведу в в чате. Я вас всех приглашаю в наше сообщество. В нашем сообществе уже более шести тысяч специалистов. И вот в этой группе постоянно ведутся очень интересные и актуальные обсуждения по темам дистанционного электронного обучения. Вот поэтому предлагаю вам стать членами этого сообщества. Ну, что еще можно сказать? Ну, пожалуй, наверное, для нашей презентации это достаточно. Заходите и сами увидите, насколько там интересно. и если ваши интересы простираются в область электронного обучения, вам там самое место и вам там будут рады. Давайте вот в этом моменте перед тем, как продолжить разговор о нашей системе дистанционного обучения, я покажу ролик, который был записан Юрием Николаевичем Белоножкиным вот, ну, не специально для нашего вебинара, но примерно по такому же поводу. Давайте его посмотрим и тогда продолжим. Короткий Электронные курсы ЭБС Университетская библиотека онлайн это образовательное пространство для создания и проведения онлайн курсов и повышения квалификации в сфере дистанционных образовательных технологий. Впервые в России мы интегрировали ЭБС и систему дистанционного обучения Мудл. Учебные курсы, база аттестационных тестов, мультимедиа ресурсы, учебники и учебные пособия представлены в единой электронной информационно-образовательной среде. Мы сделали все, чтобы СДО было удобно для преподавателей и студентов и выглядело как стильный современный сайт. Мы приглашаем вузы к сотрудничеству и готовы предложить комплексное решение по формированию внутривузовской информационно-образовательной среды. Всем подписчикам ЭБС предоставляется бесплатный доступ в систему дистанционного обучения Moodle версии 2.8.1 и техническое и методическое сопровождение образовательного процесса. Преподаватели-разработчики электронного контента получают инструментарий для создания собственных электронных курсов и возможность работы с базой аттестационных тестов. Все пользователи могут формировать собственное электронное портфолио. Сейчас на сайте идет обучение на нескольких курсах повышения квалификации для руководителей и специалистов образовательных учреждений, применяющих или планирующих применять дистанционные образовательные технологии. Совместно с вузами-партнерами мы создаем и проводим онлайн-курсы для самого широкого круга слушателей. Возможности системы позволяют применять самые современные технологии обучения, организовывать эффективное взаимодействие преподавателей и студентов. Администраторы вузов могут осуществлять мониторинг образовательного процесса. Мы готовы поделиться нашим опытом и установить SDO Moodle на ваших серверах, а также осуществить полное техническое и административное сопровождение электронного обучения. Приглашаем всех присоединиться к профессиональному сообществу, в котором сейчас уже свыше 11 тысяч специалистов дистанционного образования. Да, ну вот такой вот информационный ролик, который кратко описывает то, что у нас происходит в нашей системе Moodle. Сейчас я чуть-чуть продублирую то, что было сказано. Итак, у нас не только система дистанционного обучения традиционная, которая обычно ставится в вузах, но и система интегрированная вместе с университетской библиотекой онлайн. По этому поводу я вам вскоре покажу еще один ролик. Система у нас с одной стороны система интегрирована, с другой стороны система все-таки различна. У них состав пользователей не совпадает на 100%. Есть пользователи EBS, которые никогда у нас в Moodle не были, но с другой стороны есть пользователи Moodle, которые не имеют прямого отношения к EBS. Всего у нас в нашей системе дистанционного обучения около 13 тысяч пользователей, 760 вузов там так или иначе присутствуют, и это, как видно из этого числа, это не только подписчики наших EBS. В нашей системе располагается 650 курсов, которые мы лицензировали у других вузов и которые вы можете с одной и с другой стороны сублицензировать у нас. Есть у нас более 100 тестов общим объемом более 40 тысяч вопросов к тем учебникам, которые есть в нашей EBS. Ну и плюс различные обучающие мультимедиа, видео и песочница контента, в котором вы можете создавать свои собственные курсы. Для кого предназначен проект? Во-первых, наше СДО может заинтересовать собственно вузы, как юридические лица, да, и в этой части интересно было бы для вузов, может быть, использовать тот контент, который у нас есть, может быть, интересно студентам вузов, ну и отдельно преподавателям. Преподаватели мы, конечно, рассматриваем по большей части, как авторов своего собственного учебного контента, которые хотят создавать свои электронные учебные курсы. Ну, тут вот кратко перечислены цели проекта. Помощь в создании и продвижении онлайн-курсов преподавателей, создали межвузовские площадки для дистанционного обучения, консалтинговые услуги по электронному обучению для вузов, ну и собственно обучение современным технологиям электронного обучения. Да, ну вот здесь такое облако тегов, которые есть. Давайте мы его пропустим пока. Какая есть изюминка в нашей LMS, это для наших подписчиков свободное бесплатное использование в СДО, в нашей системе дистанционного обучения фрагментов из электронных книг, при помощи которых вы можете строить как из кирпичиков свои курсы. Наверное, не очень хорошо, когда курс полностью состоит из кусочков книг, но как включение, это очень даже неплохое подспорье. Сейчас я по этому поводу вам отдельно расскажу. Ну, значит, кроме собственно использования нашей, нашего Moodle, мы предлагаем построить Moodle на вашей территории, если это вам интересно. Какие еще у нас могут быть услуги для ВУЗов? Разработка и проведение онлайн-курсов, повышение квалификации, продвижение дистанционных курсов преподавателей и так далее. Да, ну, вот тут так, давайте этот мы один из одной из наших направлений, о котором я уже говорил, это аренда нашей LMS, аренда электронных курсов ведущих российских разработчиков, которые у нас есть. Еще раз хочу сказать, возможность создать электронные курсы с использованием их на нашей площадке вашими преподавателями. Интеграция с ЭБС в КАТОт 75, это уже, конечно, устаревшие, уже около 100 тысяч электронных учебников можно использовать для того, чтобы интегрировать ваш курс с ЭБС. техподдержку. и мы проводим учебно-методическое сопровождение всего этого процесса и техподдержку. Так, давайте мы это все потихонечку пропустим и перейдем к преподавателю. Ну и конечно, нам интересно общаться не только с вузами, как с юридическими лицами, но и с преподавателями, как с физическими лицами. И для таких вот преподавателей мы предлагаем бесплатную площадку и в известных пределах бесплатное консультационное сопровождение и даже бесплатные учебные курсы, на которых можно присутствовать по созданию учебных материалов на основе Moodle. Самое простое, что может сделать преподаватель, еще даже не зарегистрировавший в системе, нажать на вот эту кнопочку преподавателем и в вывалившемся окошечке нажать кнопку запрос на создание курса. Дальше заполнить формочку и через некоторое время к вам выйдет на связь скорее всего сам Юрий Николаевич Белоножкин, который дальше пояснит, что вам делать, предложит ряд учебных материалов бесплатных для того, чтобы дальше продолжать работу и таким образом вы сможете начать работу по созданию электронных учебных курсов. Да, ну и вот полные этапы работы над курсом, когда все этапы завершаются положительно, ну, к сожалению, не все заявки на создание курса заканчиваются в конце концов монетизацией, но тем не менее вот такой вот самый желательный набор этапов сверху вниз, да, это запрос на создание курса, разработка и наполнение контентом курса, дальше заключение договоров на проведение курса, набор слушателей уже с нашей стороны и проведение курса преподавателем и получение от этого какой-то собственной выгоды. Да, ну и вот теперь я хотел бы вкратце рассказать, сейчас мы посмотрим ролик о том, как использовать ресурсы ЭБС в вашем электронном учебном курсе, когда вы их будете создавать. Сейчас я вам покажу ролик, ролик, правда, уже двухлетней давности, чуть-чуть там с интерфейсом кое-что поменялось, но основные, основная суть ролика, она остается неизменной, поэтому вполне можно его сейчас посмотреть и посмотреть, как делать интеграцию вашего личного курса с книжками ЭБС. Добрый день, меня зовут Павел Калиников и мы продолжаем серию наших учебных видеороликов посвященных университетской библиотеке онлайн. Сегодня я вам расскажу про сервис цитирования, который позволит вам воспроизводить на ваших внешних ресурсах таких как личные сайты, социальные сети, блоги и так далее, куски книг из электронной библиотечной системы. Данный сервис доступен всем видам пользователей, студентам, преподавателям, библиотекарям, ну, собственно, всем, кто хочет сделать цитату из библиотеки на своем ресурсе. Делается это так. Сначала мы находим книжку, которая нам интересна. Ну, давайте поиском поищем ту книжку, которую я выбрал. Вот выберем серию книг, которая выходила более ста лет назад. Мне интересно проиллюстрировать то, о чем мы будем говорить на историческом издании. Вот такая вот книжечка была издана в свое время, в 10-м году, более ста лет назад. Мы, как вы видите, мы попали в стандартный viewer, просмотрщик книг университетской библиотеки онлайн. Мы можем здесь листать книжечки, читать. Об этом вы, наверное, хорошо знаете. Вот. Но есть еще одна возможность. Есть возможность забрать специальный код для вставки в свой собственный ресурс. Делается это так. Сейчас я обозначу эту кнопочку. Вот эта кнопочка. Она невзрачная на вид, но с богатым содержанием. Вызывая эту кнопочку, появляется вот такое вот окошко. Тут есть один существенный нюанс. Есть два вида вставки. Один вид вставки без ограничений на количество страниц служит для того, чтобы преподаватели создавали электронные учебные курсы из кусочков книжек. Причем создавали бы не в любом месте, а только в наше ЛМС, которое интегрировано с университетской библиотекой онлайн. Вот в этом случае мы не делаем ограничения на количество страниц и позволяем какие угодно куски книг, хоть целиком, хотя может быть это не совсем оправдано, вытаскивать в виде кода и вставлять в электронный учебный курс. Ну и более интересная возможность это вставка в любое место. Она ограничена тремя страницами. Будем считать, что это такая удлиненная цитата. такая цитата позволяет выполнить множество всяких интересных вещей, например, показать красивые картиночки из книжки или процитировать абзац или главу из этой книжки. Так что это ограничение не является очень уж серьезным. Таким образом, даже если мы здесь не указали диапазон равный трем страницам, все равно, если мы этот код будем вставлять в внешний ресурс, то прочитается только первые три страницы из этого диапазона. Ну вот, я, допустим, подтверждаю вот это вот и получаю вот такой вот код, который могу теперь вставить всюду, куда мне заблагорассудится. Посмотрим результат вставки этого кода на мой блок в тумблере. Вот такую вот запись в своем блоге я сделал несколько дней назад. Вот она. Ну, сейчас мы посмотрим, что получается. Откроем эту запись. Некоторое время грузится она. Ну и вот мы видим, что просмотрщик по вьювер электронной библиотечной системы появился внутри моего блога. И, по сути дела, кусочек университетской библиотеки онлайн я наблюдаю прямо внутри моего блога вместе с вот этой книжкой. Вместе с книжкой код копирует в мой блог две записи. Это ссылочку на саму нашу университетскую библиотеку онлайн и ссылочку на книгу вот она эта ссылочка эта ссылочка ведет к данной книге. Если данная книга есть в нашем интернет-магазине умных книг, то вы сможете приобрести полный текст этой книжки за очень небольшую плату в интернет-магазине. Если в интернет-магазине этого ресурса нет, то значит эта ссылка будет ввести внутрь электронной библиотечной системы. здесь вы можете листать книжечку. В общем, делать все, что позволяет наш просмотрщик, наш вьювер. В данном случае скачалась страница с первой по третью и их вы можете просматривать и читать. Вот такой эксперимент я сделал. Он удачный и я предлагаю вам его повторить, также рассказать вашим студентам и преподавателям, чтобы активно пользовались этим новым свойствам нашей электронной библиотечной системы. Обращаю внимание, что все это абсолютно легально и авторы за каждый просмотр страницы их книги будут получать свое вознаграждение, поэтому этот способ не просто удобный, но и абсолютно легальный способ цитирования и представления в своих ресурсах чужих источников. и это абсолютно легальный способ создания своего собственного контентного наполнения при помощи кусков контента из других источников. Обращаю ваше внимание, это очень важный и развивающийся способ контентного строительства. Пожалуйста, пользуйтесь им. Чем чаще вы будете пользоваться этим сервисом, тем лучше для нашей электронной библиотечной системы, для вас и для авторов. Так что милости просим использовать новый сервис университетской библиотеки онлайн. Хотел бы также отметить, что мы назвали наш новый функционал EBS как сервис. В данном случае электронная библиотечная система выступает в роли интернет-сервиса, который позволяет вам использовать ее возможности на своем ресурсе. поэтому мы проводим аналогию между интернет-сервисами, которые создают некий функционал на стороне и позволяют вам вставить свой ресурс и нашей электронной библиотечной системы. Впредь мы будем продвигать этот функционал именно под этим названием EBS как сервис. На сегодня все. Встретимся в новых учебных роликах. Спасибо за внимание. на данном слайде вы видите как это выглядит сейчас эта кнопочка почти ничего не изменилось только внешний вид нашего просмотрщика нашего вьювера он изменился чуть-чуть. вот ну да а вот здесь вы видите как выглядит как раз взятый код внутри системы Moodle примерно так же как в ролике пару слов о тестах как я уже говорил у нас более 100 тестов с общей вопросной базой более 40 тысяч вопросов их тоже можно у нас арендовать и использовать для своей собственной деятельности вузом ну вот это просто слайды которые показывают как выглядит наша вопросная база внутри нашего нашего Moodle есть у нас также коллекция обучающего видео внутри внутри СДО это такая вот интегрированная со всех курсов взятые обучающие видео фрагменты и вставленные на отдельную страницу где их все можно просмотреть так так это немножко устарело да ну и по поводу создания интерактивных курсов Moodle вы можете посмотреть вот эти мои ролики я сейчас не буду давать эти ссылки прямо в чате потому что сейчас наверное не имеет смысла смотреть это примерно полчаса времени занимают эти ролики они дают представление о том как работать преподавателю в Moodle и как создавать там учебные курсы ну правда самая вводная такую информацию вы можете получить ссылки эти если вы скачаете мою презентацию будут для вас доступны и вы можете им воспользоваться но вообще-то вы эти ролики можете найти на том же нашем портале учебном в ютубе о котором я говорил и ссылку на который я уже давал давайте я вам еще раз сейчас дам эту ссылочку на наш учебный канал чтобы вы им пользовались вот эта ссылочка так я вижу тут вопрос ко мне появился возможно ли в системе Moodle вставить фрагмент книги больше трех страниц да в нашей системе Moodle не в любой а в нашей системе Moodle которая интегрирована вот про которую я говорю можно ставить любой фрагмент книги в вашей системе Moodle та которая у вас располагается в вашем вузе отдельно если она есть или в любой другой те самые три страницы которые о которых я говорил для для нашей EBS это будет просто внешним ресурсом а для всех внешних ресурсов выполняется именно это правило трех страниц так пойдем дальше ну кроме деятельности связанной технологической такой деятельности да и методической которая проводится внутри нашей системы дистанционного обучения мы проводим еще и непосредственно обучение есть ряд бесплатных и ряд платных курсов которые проводят наши сотрудники и приглашенные нами эксперты в области электронного обучения вот сейчас я вам говорю о двух курсах на этой на этом слайде показаны два курса которые ведет Юрий Николаевич Белоножкин вот первый курс он как раз посвящен это такое входной входной билет да то есть если приходит преподаватель который никогда никогда не создавал учебных курсов для электронного обучения вот он может воспользоваться этим курсом для того чтобы понять как как из чего ему начать свою деятельность ну и более продвинутый курс который Юрий Николаевич считает это вот педагогический процесс в LMS Moodle кроме того у нас есть ряд курсов которые за какую-то стоимость продаются и периодически запускаются вот по давайте я наверное где-то у нас есть эту ссылочку повторю так одну минутку мне ее придется скопировать из презентации да вот она так сейчас я ее помещу к нам в чат это витрина наших курсов ну чисто технологически она расположена в нашем интернет-магазине просто для того чтобы было удобнее проводить оплату конечным потребителям курсов да я хотел бы еще раз оговорить такой момент что наши те курсы которые являются платными они могут проводиться как для физических лиц и тогда это происходит через интернет-магазин либо для юридических лиц ну тогда заключается договор и можно курс соответствующий провести просто для преподавателей данного вуза специально ну это особый разговор и в принципе мы такие вещи делаем и нам это нам это очень интересно у нас такие примеры были и это достаточно эффективный способ развития преподавательского состава вуза в сторону его развития его компетенции в области электронного обучения ну вот несколько курсов которые у нас проводились они вы не смотрите пожалуйста у некоторых курсов уже сроки их проведения прошли на самом деле если у вас есть интерес вы просто напишите письмо мне или Юрию Николаевичу о том что есть интерес лично у вас или у вашего вуза и этот курс будет тогда перезапущен ну вот есть да есть разные курсы есть курсы посвящены посвящены непосредственно электронному обучению а есть уже более более общим проблемам посвящены таким как проектному мышлению и так далее да ну и несколько курсов которые проводим собственно мы с Юрием Николаевичем ну то есть Юрий Николаевич и я по отдельности разные курсы вот один из курсов которые проводят Юрий Николаевич soft skills soft skills так называемые да личные профессиональные навыки в обучении давайте я вам наверное тоже эту ссылочку сейчас кину для тех кто интересуется вот оно описание этого курса ну и хотел бы свой курс тоже порекомендовать это курс учебное видео от идеи до воплощения курс для тех преподавателей не обязательно для преподавателей для тех кто хочет кого-то учить при помощи учебного видео как делается учебное видео какие есть у него возможности какие типы можно использовать как создавать эффективный скринкаст при помощи каких средств можно создавать анимацию и другие виды учебного видео ну вот да вот этот курс он запускается уже третий раз и следующий раз он будет вот совсем скоро через меньше чем через неделю и соответственно сейчас я дам ссылочку на него на который можно познакомиться с его полным содержанием еще пару слов об этом курсе в конце нашего мы уже практически исчерпали тематику нашего вебинара сегодняшнего еще пару слов об этом курсе это курс на 72 академических часа 12 тем в этой в этом курсе 10 вебинаров продолжительностью 2 академических часа огромное количество примеров учебного видео на этом курсе ну и в качестве самого последнего такого примера того учебного видео скорее не учебного видео а видео которое предваряет учебный процесс я хочу показать свой шуточный промо-ролик посвященный данному курсу привет друзья меня зовут Павел Калиников я автор онлайн курса учебное видео от идеи до воплощения я хочу рассказать как создавать успешные видеоролики для ваших студентов и слушателей вам не понадобится дорогая студия умение виртуозно владеть профессиональной видеотехникой и программами видеомонтажа все что вам надо освоить несколько базовых компетенций учебного видео и знать какими инструментами пользоваться в каждом случае да я совсем забыл сказать конечно нужно еще любить то чему вы хотите научить других другими словами вам предстоит изучить поваренную книгу автора учебного видеоконтента и научиться готовить простое и вкусное видео нет цель курса состоит не в том чтобы подготовить из вас шеф-повара да это и не потребуется оставайтесь с собой но научитесь вкусно готовить видеоролики при помощи простого набора кастрюль и поварешек программ и интернет-сервисов на курсе вас ждут сотни примеров учебного видео в 12 темах а лицом к лицу мы с вами встретимся на 10 вебинарах и конечно практика с пошаговыми примерами и моими консультациями хотите узнать о курсе больше жмите на эту ссылку и познакомьтесь с полной программой курса я жду вас на своем курсе 18 октября бон аппетит коллеги ну вот и все что я вам сегодня хотел рассказать мы уложились ровно в час конечно тема электронного обучения она не исчерпывается тем часом которые мы сегодня с вами потратили эта тема бесконечная и этим можно заниматься всю жизнь вот и я надеюсь что если кого-то из вас заинтересовал какими-то из направлений которые занимаются директ-медиа в области электронного обучения то моя сегодняшняя функция выполнена выходите на связь с нами задавайте вопросы мы всегда я и Юрий Николаевич Белоножкин всегда будем рады вам ответить оказать вам какие-то консультационные услуги и возможно завяжется какое-то другое более глубокое сотрудничество с вами или с вашими вузами ну что ж коллеги задавайте ваши вопросы в чате если вопросов нет если ваших вопросов нет то я как всегда ухожу из эфира и еще в течение пяти минут остаюсь в чате и буду готов ответить письменно на ваши вопросы тогда коллеги до свидания я с вами прощаюсь и до следующих моих субтитры